Самарская областная федерация легкой атлетики оставила председателя еще на один срок Баскетболистки политеха отдуплились победой в женской суперлиге Самарская теннисистка в четвертьфинале соревнований в Индиануэльсе, США В американском Индиануэльсе самарская теннисистка продлила серию побед до четырех матчей Одну восьмую финала турнира WTA Дарья Касаткина выиграла у швейцарки Тимея Башински со счетом 6-4-6-2 За выход в полуфинал Касаткина сразится с Каролиной Плешковой из Чехии Не знают горечь поражений и самарские баскетболистки в суперлиге В очередной серии игр политех на родном паркете спорткомплекса сам ГТУ дважды победил воронежских скифов Первый матч политех выиграл на удачу За пару секунд до финального свистка скифы ввели два очка Однако мяч с игры штрафной Кристины Евсейчевой и самарчанки закончили матч 71-70 в свою пользу Вторая встреча прошла по сценарию политех и счет по игре 76-53 Очередные домашние матчи пройдут в пятницу в 6 вечера и в субботу в 15.00 Соперницы Динамо Курск Отчетно-выборная конференция Самарской областной федерации легкой атлетики решила на ближайшие 4 года оставить своим руководителем Александра Казмерчука Доверие спортсменов и тренеров оправдано Ежегодно самарские легкоатлеты завоевывают порядка 50 медалей различной чеканки на всероссийских и международных соревнованиях Увеличилось и количество самарцев в составе сборной России В 2012 году их было 42 человека и сейчас 55 По массовости в Самарской области с легкой атлетикой пока не может поспорить ни один вид спорта В заключении доклада на конференции сказал вновь переизбранный председатель федерации Это были новости спорта от Сергея Кезоркина Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой